Где справедливость? В резонансном деле об опрокинувшемся Камазе в марте этого года на путепроводе ХМК до сих пор не поставлена точка. Виновным делают водителя большегруза, хотя для многих очевидно, что он стал жертвой необоснованных маневров попутной легковушки. Ирина Вовещевич разбиралась в вопросе. Произошло у меня ДТП, в результате которой я спас человеческую жизнь стеной своего здоровья. Что у вас по здоровью? У меня была сломана ключица, я находился на больничном 4 месяца. Николай Зыбарев, бывший афганец, имеет 40 лет стажа, работает на Камазе. В тот злополучный день, 10 марта этого года, он направлялся на работу в сторону города по путепроводу. На одном из участков сзади ехавшая легковушка под управлением женщины решила обогнать его по правой стороне. Со слов Николая, он вынужденно совершил маневр влево, выехав на полосу встречного движения. Чтобы не произошло лобовое столкновение, вывернул руль вправо. Такие резкие изменения траектории движения привели к опрокидыванию Камаза. Николая увезли на скорой, он долго лечился и до сих пор рука не восстановилась. В результате этого ДТП я оказался виновный, неизвестны еще дальнейшие последствия, но я делал все, чтобы спасти жизнь женщине, которая даже не соизволила ни разу позвонить и поинтересоваться, что со мной. Твердая уверенность в том, что женщина должна понести наказание, уже в мае сменилась полным отчаянием, когда Николай узнал, что его делают виновным, говорит мужчина. Теперь помимо штрафа ему могут вменить восстановление машины женщины и повреждение путепровода. Позади уже около шести судов. И на том участке, где они равняются, происходит поворот вправо и спуск. Так вот, что вменили в данном случае Зыбареву? Ему вменяют, что Зыбарев, следуя впереди, имея приоритет движения, не соблюдал дистанцию до машины, которая сзади его обгоняет. Как это можно для себя понять? Не надо быть юристом, не надо быть судью-исследователем. Можно просто понимать, если я еду прямо, имея приоритет, в данном случае, почему я виновен в этом? Игорь Апанасюк говорит, что досудебная работа проведена с массой нарушений, не учли показания свидетелей. Они подтвердили обстоятельства, когда они едут во встречном направлении и заявляют. Мы были очевидцами этой ситуации, и если бы не действие водителя КАМАЗа, произошла бы, возможно, трагедия. С их слов, женщина в легковушке подрезала КАМАЗ, совершая неоднократные маневры в попытке обогнать его по правой стороне, и теперь еще и стала жертвой. Адвокат второй стороны уверен, что судом принято справедливое решение. В ходе движения по данной автодороге произошло перестроение моей подзащитной в правый ряд, и она двигалась, не создавая никому помех. Дорога на данном участке меняет направление движения вправо. Обе машины практически находились параллельно, двигались в одном направлении. Но автомашина КАМАЗ из-за своих габаритов сместилась в право, не соблюдая боковой интервал, произошло столкновение с автомашиной моей подзащитной. Суд вынес, как мы считаем, объективное решение, признав водителя автомашины КАМАЗ виновным. В основу данного постановления легли такие основания, как схема дорожно-транспортного происшествия, составленная на месте дорожно-транспортного происшествия, видеозапись камер наружного наблюдения, опрос свидетелей. За два месяца никаких экспертиз, кроме судебно-медицинской, не было проведено. Хотя возможность такая была. Были видео регистратора, были видео ТО «Перспектива», которые фиксируют видеонаблюдение камер из встречного направления, из попутного направления. Не было назначено этой экспертизы. Грустно в том, что мой подзащитный, по сути, в прошлом военнослужащий, прошел годы войны в Афганистане, он служил именно на КАМАЗе. И, по сути, спас жизнь. И сейчас он в статусе правонарушителя. Адвокат Николай Зыбарева уверен, что его подзащитного обвинили бездоказательно. Сам Николай сейчас не может продолжать работать из-за травмы после аварии. Бесконечные суды выбивают из сил и давят морально. До пенсии еще пять лет. И как жить дальше, не знает. Но больше всего гложет, говорит мужчина, несправедливость. Уже 21 июля состоится очередной процесс, на который у него последняя надежда.